Ом Ти Ви Юэй про головне. Еще один безумный теракт ФСБ предотвратило в городе Мурманск на авианесущем крейсере ВМФ России адмирал Кузнецов. По данным силовиков, с российским военным связался сотрудник украинской разведки и предложил взорвать корабль за деньги. В любом сроке, в четвертом президентском сроке можно делать аборт. Косность пятого срока. На выжженном политическом поле играют только слабые, неуверенные в себе игроки. Паническая боязнь конкуренции, альтернативных позиций, идей, не схожих с нафталиновой линией, составляющие путинского политического механизма. Я мечтаю, чтобы абортировали Путина. Знаете, чтобы он выступал однажды где-то под открытым небом, и в небе появились гигантские щипцы. Достали Путина из России. Путин очень труслив, более того, из него зияет пустотелость и старость. Он сейчас выглядит одиночкой в окружении лизоблюдов и прихлебателей, которые, выдвигая его на невыборы 2024 года, на пятый срок видели в нем замшелого гаранта, шестилетки спокойствия и удушающего штиля. Устаревшего игрока поставили в центре мифа о патриотической консолидации, который преследовал цель объединить пласты российского общества вокруг задачи победить в агрессивной войне против Украины, сохраняя внутри страны герметичность. Почему мы превращаем Белгородскую область в санитарную зону? Ведь это неправильно. Санитарную зону надо отодвигать, а мы ее создаем в Белгородской области. Но война прорывается все глубже и глубже внутри России. Ведь Путин рассчитывал молниеносно прорваться к границе НАТО и закрепиться там, совершенно не заботясь о том, что будет с тылами. Это уже крик о помощи. У нас нет воды больше недели, даже две недели. Ее нет совсем. Они следы! Они следы! Они следы! Просто по плану. Вот по графику. Катастрофическое фиаско не привело к одномоментному обрушению режима. Более того, шок от провала войны даже содействовал скачку поддержки вождя. Но это был пик, после которого происходит скатывание Путина в пропасть, движение к точке невозврата. Каждый день малые и средние неудобства, порождаемые войной, разрушают обыденность, изменяют ее, усиливая раздражение Путиным и его неспособностью вырваться из косности, делая ставку на традиционное российское равнодушие, низкопоклонство и раздолбайство. Что касается протестов, мне кажется, люди, как обычно, в большой стране, где очень много конфликтов, много коррупции и совершенно неподотчетная власть, люди все-таки иногда решаются на протесты, потому что им кажется, что они имеют на него, на этот протест право. При этом они всегда заявляют, что это не политический протест, это вот просто нам свет нужно дать, а так вообще-то мы не против действующей власти, не против российского диктатора, просто вот мы остались без света и не можем больше терпеть. Сами российские граждане, которые в этих протестах участвуют, они отказываются видеть причинно-следственные связи между, собственно говоря, ну вот их неприятным положением и проблемами в ЖКХ и тем, как страна в целом управляется. Схема хорошо работает, пока государство манипулирует разрозненными группами населения, пока на убой отправляют не поголовно, а избирательно, пока горят отдельные приграничные города и села РФ, но дальше все протекает как прежде. Ситуация начинает меняться, когда бремя трудностей валится на шею каждого россиянина, независимо от его географического нахождения, возраста или социального статуса. Бесконечно можно смотреть на две вещи, как течет вода, горит огонь и как разрывает в жопах окон, потому что два предыдущих у них лима. Полностью отсутствовало электрическое снабжение более 12 часов. Вот по графику. Временная подача электричества, короче, у нас в Дагестане, в Ростове там пошли веерные отключения. А я что-то не понял, у нас что, перестали гидроэлектростанции работать, или перестали атомные электростанции, или ТЭС перестали работать, или мы больше продаем, чем своим гражданам надо. Какая-то петинство в Краснодаре. Люди митингуют, перекрыли дороги все, не дают проезда машин. Перекрывать дорогу – это общественная дорога. Она связывает разные микрорайоны. Неконтролируемое рост потребления электроэнергии для добычи криптовалют может привести к дефициту мощности в отдельных регионах. Вопрос на самом деле острый и чреват серьезными последствиями для предприятий систем ЖКХ конкретных городов и поселков. Яркой демонстрацией угрозы, с которой не способен совладать путинский режим, выступают украинские удары беспилотниками. Буквально с каждым днем асимметричные ответы ВСУ становятся все более опасными, поскольку мишенями избраны объекты оккупационной армии, ее соединения, военные базы и аэродромы, нефтяные склады и НПЗ. О, вон, 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 летит он. Между домов пролит. О! Силами ПВО были сбиты и подавлены все дроны противника. Все закономерно. Ведь если путинцы разрушают до основания жизнь украинцев, то должны нести за это расплату, которая распределяется на россиян, поддержавших войну. Мы что, все это время зря радовались, когда украинцы из-за нас сидели без света? Это что получается, они теперь в ответ с нас угорать будут, так что ли? Ну ладно, они сидели без света из-за нас. Но какого хрена теперь мы из-за нас должны сидеть без света? Дроны! Вот так отстают дела, уже почти подтушили. Война медленно, но верно бьет по карману потребителя. Хотя из строя выведено где-то 4% мощностей НПЗ, жадные к навару дельцы из нефтянки, накручивают цены на бензин на 20-30% в опте. И как результат запускается инфляционная спираль. Ждем призывов Мишустина о затягивании поясов. Пап, а что значит затянуть пояса? Это значит меньше есть и больше работать. И что, все затянут пояса? Не, сынок, кроме тех, кто говорит об этом. На бензиновую напряженку накладываются проблемы в сфере энергетики. Как показала аварийная ситуация на ростовской АЭС, повлекшая энергодефицит в полтора гигаватт, в энергосистеме РФ большие проблемы. И сбои будут нарастать. На несколько дней весь юг России и оккупированный Крым остались без электроснабжения, что вызвало негативную реакцию населения в условиях адской летней жары. Как итог, люди начали выходить на протесты, требуя прекращения энергокризиса, выкрикивая лозунги «Дайте свет!» Так не ровен час, как начнутся протесты против войны. Ведь кладбища забиты трупами погибших российских оккупантов. Издержки на захоронения и кладбищенскую инфраструктуру после 24 февраля 2022 года выросли в шесть раз. Но даже при таких темпах система не успевает хоронить по 24 тысячи военных трупов. Какой-то кромешный ад. И это самое начало пятого срока. Братья многие легли? 200-300. Зато венциносный вождь присвоил звание заслуженного артиста барду «Могилизации шаману», который стал олицетворением российского фашизма. Шамана ведь даже не про восхваление гражданской нации россиян. Он именно про превосходство по крови, что дико в 21 веке и безумно в многонациональной стране. Вообще-то 80 лет назад это называлось нацизмом. И с этим воевали наши деды и прадеды. Главный критерий успеха – генерировать побольше сиюминутного «Ура!» патриотического мусора. А кого тут просить на самом деле? Надо деноцифицировать. Путину, похоже, деградация России видится делом благим. Главное, чтобы все было тихо и контролируемо. Мы что ради этого? Янцы проводят учения. Сегодня к тренировкам американские военные базы в Европе были приведены в состояние повышенной боеготовности. Оказывается, из-за угрозы диверсионных атак со стороны агентов главного управления Генштаба России. Продолжение следует... Продолжение следует...